Всем привет, друзья! С вами Ева, это, разумеется, я, конечно же, девочка, которая снимает летсплей и стримит, а стримлю я параллельно также на Твиче, не забывайте об этом. Мне нужна ключичка от коморки силоса, ну и... Я не забыла, что я коту отпасил. Он вот там, в коробке справа от меня. Да, точно. И я пойду сейчас это выполню, друзья. Я могу иногда озвучивать персонажей немного другими голосами, потому что у меня, конечно же, бывают перерывы между сериями, к чему вам стоит адаптироваться, и иногда голоса будут звучать иначе. Думайте о том, что ваши главные персонажи, которых вы болеете, за которых вы переживаете, периодически заболевают, а если они заболевают, значит, у них... Ну, там гнусавости прибавляют. О, вот она коробка с жуками! Почему, почему, почему они все улетели? Принести силу субистовика? Отдайте силу субистовика. Может быть, они вернутся? Может быть, они как голуби? Выпускаешь их полетать, и они потом обратно? Что такое? Вот, жук. Что-то не так. Всё хорошо, но... А почему что-то должно быть не так? Да, да, я видел, что произошло. Просто хотел посмотреть, признаешься ты или нет. Прости, пожалуйста. Ладно, едва ли они далеко улетели. Просто не прозевай, когда будешь ходить по крепости. Я понял. А теперь давай отправим сообщение. Взяв из столика в ладони, силу снослистывает ему закодированное сообщение, затем аккуратно подбрасывает в воздух. Треща крыльями, тот улетает на сервер. Да стой на сервер. Не сбейся с курса. Как долго он будет лететь? Вообще сложность, и доставка сообщения в Юву может занять несколько дней. Тебе нужно набраться терпения. Итак, мышь, послушай. Под крепостью есть сеть древних туннелей. Там кое-что спрятано, и мне нужно, чтобы ты это нашел. Почему? Наверное, это что-то важное? Что-то бесценное. Но ты, наверное, устал, тебе нужно поспать. Думаешь, у меня есть время на сон? Времени достаточно. Ты нужен мне бодрым и бдительным. Если тебя поймают или убьют, все труды пойдут на смарку. Крыса дает вам блестящий ключ. Воспользуйся моей коморкой, а я покараулю. Но я реально не хочу... Нет, ты, конечно, спасибо за ключ, дружочек. Я очень сильно хочу порыться в твои коморки, потому что, мне кажется, там много интересных ништяков валяется. Но, к сожалению, спать-то нельзя, ведь мне нужно жену спасать. Еще и ключ от сундука. Обалдеть, мужик, ты здесь все хранишь. А может быть, если подойти к нему, то он еще и ключ от сундука даст. Но вот карту двора я могла купить за шесть флоринов, а сейчас нашла совершенно бесплатно. Невыгодная ли сделка? Маленькая морковка, маленький ништячок, журнал сообщений, огрызок, подзорная труба, яблоко, бутылка и еще один кусочек яблока. Да, по-моему, даже не кусочек, а большое яблоко. И в ящике тоже ничего нет. Но я бы, на самом деле, если бы у меня рядом стоял сундук, обязательно прятала бы ключ от этого сундука как раз в ящике стола, который стоит рядом с этим же сундуком. По-моему, самое логичное. Если ты не знаешь, куда спрятать нужную вещь, то прячу ее на самое видное место, и никто из тех, кто появится здесь у тебя, во дворе, в доме или из воров, этого не найдет. Моя бабушка всегда клала под подоконник денюжки, и никто их ни разу не нашел, хотя ее пару раз обкрадывали в квартире. Я рассказала вам тайник моей бабушки, но, к сожалению, бабуля уже не с нами, так что вы не сможете ничего. И даже квартиры той уже нет, так что я могу рассказать вам все тайны той квартиры. Слишком много ящиков, слишком много ночных горшков, слишком мало полезного. Силос, мне кажется, меня где-то обманывают. Вау, ставенька. И ключичек. Бутылочкой-ка мы его-ка сейчас собьем, потому что я знаю, что палка его собьет. Хотя, какая разница, чем кидать, главное чем-то выстрелить. Е-бой, это ведь ключ от сундука Силоса. Да, детка, ключ от ящика Силоса. Смотри, он действительно спрятал его на самое полезное место. Вы использовали предмет ключ от ящика Силоса в фигурке. Откройте ящик Силоса и обыщите его тайной сигнальщика. Спросите Силоса об его фигурках. Но нам как раз нужно спускаться вниз, только бутылочек парочку я заберу. О-о-о, а что здесь еще? Ай, блин, только один раз можно было использовать или как? Может быть, это разные ключи, но написано, как будто это один и тот же ключ. Странно, что его нельзя использовать дважды. Мне кажется, если я сейчас покажу Силосу, что копался его в вещах, расскажу ему о фигурках, он не будет достаточно рад. Что ты собираешься делать с этой бутылкой? Утопить свою печаль? Это для защиты. От строжников? Пожалуй, отдать ее одному из них и позволить топиться до смерти было бы эффективнее. Знаю, что это трудно, но ты должен поспать, все остальное может подождать. Что у тебя в ящике делают фигурки мыши? Ты рылся в моих вещах? Это не твои лутки. Да-да-да. Почему ты решил, что можешь это сделать? Я ничего о тебе не знаю. Я помогаю тебе, я освободил тебя. Что еще ты хочешь знать? Эти лутки. Отдай мне их. Они не твои. Сейчас же! Я... Я... Мне нужно идти. Фигурки. Мои лутки. Я не помогу тебе, пока ты мне их не отдашь. Чьи они? Они мои, честно. Это все, что тебе нужно знать. Хорошо. Вот. Ты знаешь, что эти фигурки означают. Тебе не следовало их брать. Ты можешь мне доверять. Посмотрим. Я видел твой подъемник возле клеток с жуками. Да, я использую его для доставки припасов. На нем ты сможешь быстрее вернуться во двор. Он вроде должен выдержать твой вес. Буду иметь еду. Если не доверяешь мне, можешь пойти по лестнице? Ну, а с как бы взаимной недоверием, мужик, я нашла лутки. То есть, это означает, что либо у тебя есть семья, либо ты потерял свою семью. Хотя, если ты потерял, они были черные. Но меня ты полностью заставляешь себе доверять. Не подозрительно ли это? Я, кстати, знаю, что если пойти наверх, можно получить ачивку за самую высокую башню. Я думаю, именно этим мы сейчас займемся в смысле самой высокой башни. Самую высокую точку на карте. Я надеюсь, что это та самая башня. Я ведь вижу здесь окошки. Наверное, живет там Рапунцель. Я иду к тебе, моя Рапунцель. Главное, чтобы она мне как в мультике от Диснейского рода не залепила. А еще меня начало знатно укачивать, поднимаясь по этой лестнице. Карта судьбы. Расскажите в комментариях, если кто знает, для чего нужна карта судьбы. Потому что я их нашла уже достаточное количество, но пока ни к чему не смогла их применить, к сожалению. А еще я, конечно же, нашла здесь гобелин. У-ху! Корею яшно. Жучиные яйца. Я думаю, что их можно скушать, если только во мне не вылупится жук. На вершине мира достижение открыто. У-ху! Я маленький, я маленький молодец. Только вот вниз не дают посмотреть. Я думаю, что из эстетических соображений, потому что если здесь попадутся такие же мышат, как, допустим, Дима, то они сразу же перехотят играть в эту игру. Хотя, вот, допустим, вот буквально на днях я играла в Far Cry 5, и там нужно было прыгать с большой высоты, со статы. Даже у меня тогда поджилочки немножко затрясли. Лететь-то было долго, не то что прыгать здесь с окна, и ядра собирать здесь, и брюхо дёра. Где-то здесь в коридорах я оставила еще пару гобелин, нужно о них не забывать, но сейчас действовать немного быстрее, быстрее. Мышка нас не должна... Крыса! Крыса нас не должна заметить. Если нас не заметит крыс, то я перестану быть мышкой в безопасности. Оу, лол, цветочек! Я вижу там розочку! Оу, и я вижу жука, которого нужно достать силосу. Нам в любом случае бежать за этой мышкой. У меня, знаете, какая-то небольшая путаница в иерархиях мышей и крыс. Я случайно нашу мышку постоянно называю крысой, а сторонних злых крыс называю мышками. Хотя, разница очевидна. Мышки маленькие, крысы здоровые, мышки милые, и ушки у них круглые. О, крыс нет! А, всё, была не была. Быстро, быстро, жука, 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 жука! Подожди, нам же нужна обратную сторону. Подожди, я его что, не беру в карман? Он просто улетает? А-а-а! Вот оно как здесь строится. Не, только не иди за мной. Ну почему? Ну за что? Как же мне теперь... А-а-а! А-а-а! Спрятаться. Я забыла, как... На каком-то пушечном спрятаться? А-а-а! Наставник или мэр? Как можно было выбрать кого-то одного? Завтра я приму решение, говорили вы себе вечером, а потом следующим и следующим. Долгая ночь, маятный сон. И вы вставали ещё до заката, не ближе к решению ни на шаг. Но однажды утром комната мастера Льюлина оказалась пуста, а постель аккуратно убрана. На столе лежала лютня. Его лютня, которую его наставник сделал из дерева, что собрал на берегу Ваэлии. И записка. Жизнь — это песня, которую ты поёшь. У меня осталась последняя баночка, с помощью которой можно оглушить крысу. И вроде как можно бутылками им по лицу бить, если они без шлема, но проверять не очень сильно хочется. Или, может быть, спрятаться на заборе. Если спрятаться на заборе, он может меня заметить? А-а-а! Как много планов, и скорее всего, ни один из них не сработает. А-а-а! Он сейчас повернётся, и я такая, если на эту бутылку и драться. Не кутите ли выпей? Мне тут крылья сказала. А-а-а! Заметил, 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 заметил. Нет, не трогай меня, мужик. О, нет, он меня просто скинет отсюда. Нужно быстрее что-то делать с этим. О-о-о! И ключ не понадобился? Да ладно. Мисика. О, ещё одна розочка. Не зря я сюда пришла. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. О-о-о! Они ещё и двери умеют открывать. Какой умный! Промахнулась, промахнулась, попасть под ней. Нужно съесть пару жуков, которые останавливают плюс 24. Неужто прошло уже целых три года с тех пор, как ушел мастер Ли Юлиан? Вы усердно работали и многому научились, как читать знаки земли и ветров, что меняется при смене времени года, что из урожая идет на еду, что на краски, а что на ткань. А потом у вас с Мерой родился малыш, всего один, что среди мыши редкость и считается добрым знаком. Вы назвали его Брин, что на мышином значит зерно. Жизнь министреля почти позабылась, и вы были счастливы. Вот так, вот так, сейчас-то он точно упадет. Только я понятеннее, где эти баночки нужно еще брать. Три сперлого кузнеца. Ого, какой-то шифр, носовой платок, ключ, ключ, какой ключ? Слишком много ништяков было у этой крысы, нужно за собой дыр закрыть. Подожди, но эти баночки, скорее всего, можно каким-то образом красить, просто, наверное, я еще не изучила рецепт. И, естественно, сверху нужно посмотреть, потому что я видела там гобелин, который нужно сжечь и есть. Есть, бэйбэй. И как раз сейчас потрачу одну свечку, чтобы мне было жалко. Может быть, тут еще есть роза? Знаешь, если они запрячут несколько роз в одном месте, я могу об этом даже не догадаться. Пропустить ее, пройти мимо, а потом сильно сожалеть. Ага. Дальняя башня. Это, получается, я выбираюсь из тюрьмы через верхние какие-то передряшечки. Там тоже есть свои охранники. Но зато я боюсь, здесь найду розу. Или, может быть, пару жуков. Ведь они, знаете, любят открытые природы, местности. Открытые природы, это как ты понимаешь. Ну, как понял, так и понял. Ключ от сундука у обелиска. О, кажется, там сверху была кнопка, на которую нужно нажать и получить жука. Но это как-нибудь в следующий раз. Обязательно. Обязательно попробую. Ведь если это не кнопка, а я бабахну по ней бутылкой, то тот охранник, ходящий рядом, быстренько меня еще приметит и скажет, что ты здесь грибочечки, значит, собираешь. Хорошо. Капкан? Камон. Капкан? Тут что, волки или медведи? Я не понимаю. На кого они охотятся? На бегущих мышей так можно и прибить. Осиной улей. Ни одной игры в 2018 без осиных ульев. Если я буду подходить к нему совсем на корточках, пытаясь не привлечь внимания, они меня учуют своим особым осиным нюхом или лапками. Они же, знаете, сенсоры на лапках носят. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Лучше к ним не подбираться потихонечку. Я думаю, что если я хочу что-то сделать, то пробежать как можно быстрее. Схватить этот грибок и свалить. Мммм. Зажалить же до смерти. Ладно, все, я просто бегу и беру. Ну, молодец, молодец, я вгожусь с тобой. Хороший был план. Если собрать 55 или 50 грибов у себя в инвентаре, точно не помню, кажется, все-таки 55. Ммм, капканчик, я тебя вижу, а пойду по стороне, по-другому, чтобы грибы собрать и в капкан не угодить. 55 грибов, то ты получишь еще одну ачивку в стиме. Если закрывать ставни... А, наоборот, открывать, они и так закрыты. Получишь ачивку. И, естественно, какое-то количество гобельнов. Вроде как нужно все гобелины сжечь для того, чтобы получить еще одну ачивку. Но, блин, грибы можно разной масти собирать. Я там пропустила целых два гриба, потому что я не гонюсь за ачивками. Я хардкор тру мастер. Это те самые Котовкомбы, о которых говорил Силос или нет? Потому что там вроде как даже не ворот слева от меня, закрытая решетка. Может быть, она поднимается с помощью рычага, уже в который раз убеждаюсь, что рычагов здесь понатыкано не менее, чем роз. И их нужно искать, ибо они чаще всего запрятаны так, что сливаются с окружающей атмосферой. А, Роза! Роза! Привет! Братья Мэры выросли и ушли пытать счастье в шахты. Вскоре умер ее отец, но времени долго горевать не было. Мэра растила брино, а вы работали в поле. Людь не лежала на чердаке, расстроенная и забытая, но иногда вам снились ее звуки, прекрасная песня и уходящие в неведомые дали дороги. У-у-у! Крыса! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Подожди, но мне же обязательно нужно посмотреть, что в этой стороне. Кажется, здесь закрыта дверь. Тот момент, когда... Вау! Тот момент, когда она открыта. Е-бой! О, еще одни катакомбы. Здесь их миллиард. Что я открыла? Где-то открылась важная ступень развития этих катакомб. Чтобы я, наверное, не заблудилась здесь, как в тоннеле. Или она, наоборот, закрылась. Мне сложно понять. А можно ли воровать у крыс, потихонечку подкрадываясь к ним со спины? Скажите, пожалуйста, в комментариях, кто знает точно, обязательно ли их вырубать для того, что забирать у них ништяки, или можно действительно не шуметь. Арсенал находился за дверью, которую охраняли в главном дворе. Или на заднем дворе. Наоборот, на заднем дворе. Значит, если я сюда проникну через катакомбы, то мне не нужен будет ключ. Главное подергать двери. Ага, сейчас. Ключ от арсенала. Со всех сторон заперто. Золотой самородок? Я могу его выменять на шикарную шкурку. Он со шлемом. Значит, по нему бутылки лучше кибить. А если ничего не предпринимать, то он меня заметит. Если не развернется через правое плечо, а разворачивается он через левое. Хлоп-хлоп-хлоп. Как это я его сразу не заметила? Смотри-ка, это же двор. Еще один. Если бы я спустилась сюда на корзинке силоса, то, скорее всего, у меня бы не было никаких проблем сейчас с поднятием обратно. А теперь мне придется целый огромный круг дела через весь этот замок для того, чтобы добраться до старого крысеныша. Три гобелина? Я думала, хотя бы два. А когда здесь одна вооруженная крыса, еще она ходит позади меня постоянно, то есть сюда по коридору, то есть на любой шум она может отвлечься. Сжечь три гобелина без баночки, вырубающей крыс. Она не идет за мной? Но почему? Друг, ты же должен преследовать свою добычу до тех пор, пока не уничтожишь ее. А здесь всего лишь запугиваешь меня тем, что ударишь пару раз палкой. Ну такое, ну такое, ну такое. Я еще вот быстренько здесь всякие ручки ставлю. Я открою, чтобы вам было, чем дышать. Я же не все ставни открыл, с чего вдруг ачивка проветривания? Спасибо, игра, но, возможно, это какой-то баг, потому что нужно было открыть все ставни, так же, как и сжечь все гобелины для того, чтобы получить ачивку. Сбежавший жук. Кто бы мог подумать, что ты прячешься именно здесь. Я совершенно случайно сюда свалилась. Если бы не подскользнувшаяся нога, которую я добровольно напачкала в собственной крови, мы бы, возможно, с тобой больше никогда в жизни не встретились жук. А силос больше никогда бы не доверял мне, ведь я выпустила сильного жуков и оставила бедного голодного крысу. Ты что, доходил? Я еще кое-какую одежду. Да ну, расскажи-ка, что ищешь. У тебя есть восемь флоринов? Да, возьмите. Покажи-ка мне свои карты, я отмечу интересные места, начни оттуда. Ладно, ты что-то еще хотела? Нет, спасибо. Теперь он мне отметил на карте места костюма Бора. Вы можете разгадать загадку? Может, я помогу. Что за загадка? О, тут какие-то странные кольца. Четыре флорина, плати тогда поговорим. Пожалуйста. Не могу сказать. Может, какой-то код, но цифра выглядит как координаты на карте. Координаты чего? А это тебе придется выяснить самому. Знаешь, на некоторых на картах есть скрытые сетки координат. Попробуй подержать свечу, рассматривая свои карты. Возможно, поймешь, что я имею в виду. Вот, да я могу чем-то еще помочь. Нет, спасибо. Также может вроде как Роза нам отметить на карте, если не ошибаюсь. По крайней мере, мне кто-то писал в личку об этом. Чет-то не вижу, чтоб он нам хоть что-то отметил. Карта попахивает просранными его семью флоринами. Привет! Я пришла с утра, как и обещала. Че ты делаешь, мышь? Заблудился? Еще какая цена сбежать? Вообще-то я кое-что еще. С кузнецом разговаривал, а про нее спрашивал. Он подмечает все, что здесь творится. Ну и когда ваш на закрыт глаза, тоже знает. И рот на замке держать умеет. Короче, мы планируем побег. Хочешь с нами? О, ну что? Ему надо бежать с нами. Мне надо бежать с нами. А поодиночке не безопаснее будет? Чума сошел. Женщик с ченами насчет не видит вокруг одни болота. Ты ее послушай, она может и преступница, но не лгунья. Ше какая? Не-не, вы не лгунья. Скажите мне свой план. Ну, штоп, штоп. Мы ничего не знаем. Она может шпионить на командующего. Неправда. Может, она не дизенькая крыса. Если хочешь пойти с нами, ты должен сам нам доказать, что тебе можно доверять. Как тебе зовут мышь? Чила. Его зовут Чила. А, ну да, это так. А мы никому не раскрываем с этого значения имен. Он может зовут меня ночной феникс. Меня фаталь. Не называй настоящее имя. Женника, что что-то ничего у головы не пришло. Вот штатила. Докажи, что ты мышь из наших. Принеси нам на самом платок с пояса стражника. И мы, может быть, возьмем тебя с собой. У меня для вас кое-что есть. Так, так, давай-ка посмотрим. Вы вытаскиваете украденный платок и отдаете его воришкам. Фу, убери эту гадость. Это ты просил принести за плетерку Гашта. Вот и бери. Ладно, ладно, давай сюда. Довольно? Он сделал то, что ты просил Гашта. Пусть сидят с нами. Ура, на еще. Есть и другие вещи, которые нам понадобятся в дороге. Найдешь их, пойдешь с нами. Скажи, что нужно. У нас есть еще список. Будешь приносить нам вещи по порядку, а мы припрячем их в камере, пока не будем готовы. А почему бы не отдать весь список сразу? Если тебя поймают, нельзя, чтобы он вывел на нас. Не самый шмышленый парень, правда? Взамен мы научим тебе паре секретов нашей профессии. Как обостричить чье, отричить умение, развитие насливости и все такое. Как только отточишь эти навыки, тебе станет намного легче. А, ладно. Когда мы уходим? Как только соберем все, что нужно. Я в деле. Тогда приступим. Что там первое по списку? Дороги нам понадобятся пропуска для застав. Два штуки. Три. Как я говорю, три. У меня пока только одна, которую я нашла в тюрьме тогда. Понятия имею, где еще две найти. Я даже не встречала их нигде. А ты кто такой, ты вообще вор? Я министрель. Кто? Лютеист. Лютому богу поклоняется. Лютому? О, мы сами ребята лютые так-то. Вы воры? Воры? Да мы жизни, конечно, играли. Просто перекладываем вещи из кармана в карман. Точно, без спроса. Я ищу шлем стражника. Вот это? Да это хорошее, я тебе его отдам. Но его не так-то просто раздобыть. Что у тебя есть на обмен? Думаю, у вас уже есть идеи на этот счет. Ты сам сочиняешь песни? Ну, только повторяешь министрелями поталантливой. Или про нас, балладу? Да, баллада Агаста и Фаталь. Наша репутация сразу взлетит до небес. А я помогу. Ладно. Окей, договорились. Я начну один отставать. Я расскажу вам про лучших воришек. Пусть даже о них не написано книжек. Брат и сестричка, команда «Что надо?». Они же просили не называть их ворами. Так что я скажу другое. Он хуже, чем я думал. Попробуем еще раз. Я расскажу вам про лучших воришек. Брат и сестричка, команда «Что надо?». Если есть золото. Из этих двоих похитрей Фаталь. Ни свой кошелек в дверях бы ей не стал. Сестра похитрее, вот кажется, силен. Ох, сколько зелишек провернули вдвоем. Что угодно удащи думы кнуты крадут. Ваша вещь без присмотра? Они тут как тут. Последний твой флорин успели забрать, пока ты хоть что-то сумеешь понять. А пока вот слушали Розина в пасти, они у вас успели все кошельки украсть. Ха, ты хорош. Ладно, ладно, подумаешь, песню придумали. Что теперь, танцевать, что ли? Положишь это на музыку? На музыку? За музыку я беру сверху. Ну ты возьмешься? Да, флорина за 10. 10 флоринов? Это грабеж? Ладно, ладно, когда тебе еще что-нибудь понадобится, мы же договорим. Ура, Фаталь сдувается шлем и пыль от этого вам. Вот, шлем твой. Тоже мы тебе в пору. Видишь, мы с вами машина и слава держим. А почему вас держат в этой тюрьме? Нас всегда пару дней как перевели. Может, собираюсь отпустить или поесть. Я все еще ищу пропуска для застав. Забудьте, нам нужны 3 штуки. Ваше здоровье и сила увеличились. А что если я оденусь стражником из неполного сета? Может быть, штанишки? Нет, как смотрю, не работает без штанишек. Или я плохо посмотрела? Смотри, 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 смотри. Я свой, я свой. Нет, нет, не свой. Я пойла, я пойла. Ухожу, не бей, пожалуйста. Я просто попробовала, потому что мне было интересно. И зачем я вообще ношу с собой эти латы? Что за третий этаж? А-а-а, я же заглядывала сюда. Но как раз подумала, что из-за крысы не стоит выеденных коврижек. А здесь сидит крыса, с которой можно поболтать. Она у меня отмечена на карте. И как бы это сделать, чтобы не привлекать внимание стражника? Я думаю, что если перебегать из тени в тень, из точку в точку, это будет высший пилотаж мышиного мастерства. Это роза или морковка? Понять не могу, но судя по тому, что у меня на кухне, это скорее всего морковь. А вдруг роза? Представляете, если я не пришла бы сюда. Хотя, так можно сказать про любую розу, которую я не соберу. Ты не хочешь разговаривать со мной? Но меня же не палил стражник. Ай, не палил до тех пор, пока я хорошо пряталась. Упс, сюда, иди сюда. Крыс, поговори со мной. У него пропали диалоги, как только меня запалила мышь. В смысле, крыса. У него тут же пропали всевозможные диалоги. Хорошо, раз ты не хочешь со мной разговаривать, я тогда немножко поварую вас здесь на кухне. Совсем чуть-чуть. Потому что хавчика здесь должно быть немерено, а я его трачу и трачу. Там бутылочки и флорины. Всё забираю. Ключик от колодца? Это, видимо, который находится в главном творике. И там что-то ещё жёлтенькое было, которое мне якобы нужно взять. Подожди, подожди, подожди. Что-то... А, грипп, грипп. Ну, естественно, это для ачивки. Ты рано встал. Я не ждала себя здесь до восхода. Лучшаяся дня до рассвета. Хорошо отдохну. Да, мне приснился очень странный сон. Про Меру. А, как ты узнал? Ха, ты разговаривал во сне. Не забывай, ты делаешь это ради неё, так... Пора браться за работу. Туннели, как мне туда попасть? Это будет нелегко. Нижняя часть крепости была отрезана несколько десятков лет назад, когда обрушился входной туннель. Теперь там живут только пауки. Туннели и нижняя часть крепости обрушились около сорока лет назад, незадолго до конца правления короля Родрика, когда её взяли штурмом силы Солёрских Харьков. Пауки? Ты ничего не говорила о пауках? Уверен, ты сможешь от них сбежать. Это запрещено? Ну, просто они мне не очень нравятся. Вот и всё. Я не прошу тебя с ними подружиться. Несколько дней назад исчез в поста один из стражников. Мы нашли его тело в старом арсенале, оно было замотано в паутину. Командующий отправляет в катакомбы небольшой отряд из пяти крыс, расставить ловушки и разложить яд. Я получил приказ присоединиться к ним, но ты пойдёшь вместо меня. Ты будешь рядовым скавом, присланным из Юлы на замену рядовому Фьюлу. Хорошо. Тебе нужно собрать комплект доспехов, чтобы выдать себя за стражника. А есть другой способ? Нет. Ну где я должен найти комплект доспехов? Это будет несложно. Поищи в крепости. Там повсюду детали разных старых доспехов. Тебе понадобится шлем, скрывающий лицо. Найди салат. Металлический шлем с полным забралом. Салаты приобрели популярно во время Второй войны воздержания. Король Нор тогда отправил своих художников на поле боя и приказал им нарисовать солдат противника, чтобы хорошенько высмеять их после войны. Кроме того, прежде чем отправиться в нижнюю часть крепости, тебе нужно приготовить противоядие от яда пауков. Их укусы могут быть смертельными. Противоядие? Я даже не знаю, с чего начать. Где-то внизу в стоках есть крыс, который сможет тебе помочь. Его зовут Фауст. Понятно. Знаешь, Шторс и Харума, стражника, что патрулируют стены, его назначили помощником аптекаря. У него за поясом хранится свита, где указано, как добраться до Фауста. Отлично, я их уже украла. С какой стати аптекарь мне будет помогать? Потому что ты станешь его новым помощником. И... как мне раздобыть этот список? Используй воображение. Не понимаю, зачем держать заключенного в стоках? Тила. Тебе лучше этого не знать. Откуда ты и все это знаешь? От самого рядового хора. Этот дурак уже успел похвастаться в столовой. Как только раздобыли все, что нужно, я дам тебе приказ командующего. Без него тебя не пропустят через западные ворота к подъемнику. Удачи. И будь осторожен. Если тебя поймают, я не смогу помочь. Мне нужно изучить список, который я отобрала. Я даже не знала, что отобрала какой-то список. То есть я видела, что это никому не нужные бумажки, документы. А тут они аж по квесту, который вот-вот сейчас нужно мне применить. Лук-порей, кабачок, турнепс. Ключ у лягушки. Что ж, ребят, всем большое спасибо за просмотр. С вами была Евка и Маленький Мышонок. Была третья серия Ghost of a Tale истории. Поэтому, если вам нравится, приходите почаще на эти серии. Просите их почаще. Активируйтесь в комментариях. И будет безумно здорово с вами общаться. Потому что я обожаю отвечать на ваши вопросы, ваши комментарии. И смотреть какие-то замечательные отзывы. Всем большое спасибо. Всем пока. С вами была Ева.